МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Добро пожаловать в нашу студию. Логистика у нас на нашем предприятии, на Хорш. Если посмотреть нашу технику, то она состоит из многих разных деталей, которые, во-первых, должны быть еще собраны. Поставщики должны быть найдены в конечном итоге. И, соответственно, мы должны собрать этот процесс полностью, процесс заказов, закупок, также внутренняя логистика, чтобы потом на месте эксплуатации, где будет собираться техника, все дошло. И в конечном итоге все это производство, была собрана конечная машина, протестирована и пришла к вам, к конечному клиенту. Мы это здесь решили показать в одном видеоролике. Поговорим специально об этой ситуации, чтобы посмотреть, какие тут у нас могут быть сложности. Некоторые вещи здесь мы решили, чтобы все это работало в среднесрочной, долгосрочной перспективе. Тогда сейчас этот доклад, и если какие-то вопросы, пишите их, как обычно, в чат. Спасибо. Неважно, чем мы занимаемся, какой техникой обработки почвы или посевом, наши машины такие разнообразные, как наши клиенты и их требования. Как все это точно работает, что неважно, какая машина, неважно, какая конфигурация была заказана, что вы получите именно ту машину в том варианте, который вам нужен, с нужными опциями. Сегодня мы посмотрим на все это вместе. Меня зовут Тереза Шмидтмайер, и я возьму с собой небольшую экскурсию по нашему производству. Чтобы понять, как логистика здесь работает на Хорж, сначала пойдем туда, где все начинается, а именно отдел закупок. Здесь примерно 20 сотрудников отвечают за то, чтобы были те детали, которые необходимы на производстве. Как все это работает, это расскажет наш коллега Александр. Александр, спасибо, что нашел время для нас. Может быть, скажешь пару слов о себе? Да, мой коллега и я, мы занимаемся закупками для Швандов и Хонебок и заказываем все детали, которые необходимы для производства или для сервиса. Как это делается, когда клиент заказывает машину у дилера? Как вы это делаете? По какой системе? Сначала система получает свое место на производстве, и с этого производственного места через систему САП передаются данные к нам в отдел закупок, чтобы мы знали, в какое время, когда что заказать и подготовить это для производства. Как ты уже сказал, в правильное время. А как это можно представить себе по времени? Время зависит, конечно, немного от времени, когда мы это можем купить, и немного также по тому, за какое время мы получаем заказы от клиентов. Некоторые узлы нужно планировать заранее, задуматься, какая конфигурация, какое оснащение может быть машины в будущем. Все это согласовываем с производством, с продажами для деталей, для которых нужно долгое время для заказа. Мы заказываем уже сейчас, чтобы в будущем они были у нас на рабочем месте. Что это значит по количеству деталей, которые у вас заказываются? Мы заказываем примерно 30 тысяч активных артикулов, чтобы разные конфигурации машин собирать. Это примерно 150 тысяч заказов. Да, конечно, последние полтора года у нас была особенная ситуация в глобальном смысле, как корона сказалась на нашем предприятии. Пандемия короны, конечно, мы почувствовали так же, как и глобальные цепочки поставок. То, что нам сейчас нужно еще более предусмотрительно работать на рынке и действовать, и искать креативные пути иногда, чтобы выполнить все требования, все необходимости. Какие еще инструменты у нас есть, кроме этой креативности и предварительных заказов? Правильные инструменты. Правильный инструмент – это, конечно, большое доверие и сотрудничество с нашими поставщиками, с которыми мы работаем уже много лет, и с которыми мы в течение многих лет находили правильные решения. Но также и контракты, чтобы для критических узлов у нас были заключены контракты, чтобы гарантировать их поставку. Но также, чтобы у поставщиков у нас были определенные запасы. Все это очень интересно. Большое спасибо за твое время. И давайте тогда мы посмотрим дальше и пойдем туда, где действительно начинается тогда наше предприятие. Мы сейчас здесь находимся на складе, ты отвечаешь за поступление товаров, может быть, небольшой обзар. Какие детали сюда вообще приходят к вам? Здесь на нашем производственной площадке приходят запасные части, которые будут необходимы, и также детали, которые необходимы для производства, то, что требует от нас производство. У нас в основном приходит, в принципе, все. Большие и крупные детали остаются наружу, они контролируются, учитываются наружу, хранятся на улице. Все, что примерно идет по размеру европалета, поддона и меньше складируются у нас на стеллажах. То есть от этого склада снабжается тогда полностью все производство. Да, это так. О каких размерах, о каких числах мы здесь говорим? Сколько грузовиков приходит в день, например? В день у нас в среднем 80 грузовиков или 300 пакетов. Это получается примерно 4000 позиций на складе в неделю. И при помощи сканеров и нашей компьютерной системы САП мы можем в нужное время, на нужное место подать товар. Здесь мы видим, стеллажи у вас полностью заполнены сверху до низу. Как у вас получается действительно, что вы находите место для всего, что у вас детали не теряются? К счастью, такой ситуации у нас пока еще нет. Мы медленно уже достигаем границы емкости нашего склада. И поэтому весной будет вводиться наша новая автоматическая складская система, так называемая AutoStore. И поэтому мы начинаем уже помаленьку перекладывать товары туда. То есть у вас все это будет расширяться? Нам нужно смотреть вперед. Нам нужно просто как-то тоже согласовывать это все с требованием. Большое спасибо. Тогда мы пойдем на шаг дальше и посмотрим, как детали действительно идут со склада прямо на производство. Привет, Томас. Мы уже видели разные складские позиции здесь для разных оснащений машин. Здесь на комиссии на учете ты отвечаешь за то, что действительно правильные детали идут на производство. Да, здесь у нас примерно 40 сотрудников. Мы работаем в две смены, чтобы правильные материалы поступали на производство. И смотрим, чтобы нужные детали были на производстве. Да, как вы все это не путаете. Здесь у нас есть определенные спецификации, определенные заказы и листы, по которым мы видим тогда, какие материалы нужны. И также здесь, соответственно, это не нужно тогда долго искать. И мы все это сразу монтируем. Сколько материалов у нас в неделе? В зависимости от, какие машины запланированы. Это 4-5 тонн, может быть, в неделю. И которые мы подаем прямо на монтажные места, на места сборки машин. Здесь мы видим, уже проехала такая тележка, наверное, идет прямо на производство. Как все это работает с крупными узлами для машин? Большие рамы, станины, они тогда на погрузчике, соответственно, или при помощи крана привозятся на производство и устанавливаются там. Большое спасибо. Тогда посмотрим дальше на производстве. И посмотрим, действительно ли нужные детали пришли на машину. Да, успехов тебе. Да, Симон. Теперь мы здесь находимся на производстве. Мы сейчас были уже на учете и на складе и видели, как отдельные компоненты перевозятся к вам на производство. Может быть, ты можешь что-нибудь рассказать, как все это происходит у вас, как все это делается. Сейчас мы производим, как правило, 20 машин в неделю, каждые 4 часа, как правило, одна машина. Но это зависит от размера и от оснащения на монтаже у нас. Так, у нас 5 монтажных станций и конечная монтажная станция. И, соответственно, есть еще предварительные монтажи, послемонтажная станция. И потом эти собранные детали, соответственно, ставятся прямо на машину. То есть эти детали, этих машин, которые мы здесь видим, они находятся, соответственно, на разных станциях, подаются тогда туда, когда они необходимы. И потом, как ты уже сказал, предварительный монтаж. То есть некоторые узлы по отдельности собираются из разных деталей. Да, именно так. У каждого коллеги как раз те детали будут в распоряжении, которые ему нужны для сборки его узла, где он работает. То есть, действительно, ваши сотрудники получают именно те детали, которые нужны. Да, у нас для каждой машины, для каждой станции стоят только те детали, которые ему нужны. То есть невозможно поставить неправильную деталь. Как это дальше работает? Когда машина собрана, она сразу идет тогда на погрузку или как? Перед тем, как машина идет на погрузку, сначала она у нас проверяется на полноту и на работу, вводится в эксплуатацию, проверяются все основные функции машины. Так что мы можем гарантировать, что у нас будет машина высокого качества поставляться клиенту. То есть в последний шаг у вас все еще проводится проверка тогда машины. Да, когда все собрано, мы все еще раз тестируем, все еще раз проверяем все функции. Да, большое спасибо. Это был тоже интересный обзор производства. Большое спасибо и успехов в работе. Да, логистика на Хорш. Основные пункты мы видели, также и производство. Но самое главное в нашей цепочке логистики этого пока еще нет. Как машина от нас отсюда может попасть к вам? Здесь мы видим, много здесь работают у нас, много-много людей, много машин. Тогда посмотрим руководителя нашей группы здесь, нашего отдела погрузок. Пусть он нам объяснит, как работает здесь погрузка машины и перевозка клиенту. Себастьян, все машины, которые выходят здесь из производства, погружаются здесь у вас. Сколько это машин примерно у вас в день или в неделю? В день примерно 40 и в неделю примерно 200. Как это у вас делается по логистике? Здесь у нас семь сотрудников, две группы. Одна группа погружает здесь детали, вторая группа все это подготавливает, как ты уже сказал. Погрузка в контейнеры. То есть не все машины перевозятся здесь на грузовиках. Да, некоторые машины, например, если они посылаются в Австралию или в Бразилию, они погружаются у нас здесь в контейнеры. И, естественно, здесь все это фиксируется у нас, чтобы на корабле все это было зафиксировано и безопасно перевозилось. То есть это все делается тоже на месте, да, правильно. Здесь 24 СВ, мы видим такая машина. Как это долго длится, чтобы погрузить такую машину? Как долго нужно работать над этим? То есть получить, забрать эту машину с производства, снять колеса, это около часа где-то. А в контейнер погрузка сколько это делать? Здесь где-то два часа будет. Да, Себастьян, большое спасибо. Здесь мы видим у вас очень много работы. Большое спасибо, что нашел время поговорить с нами. Большое спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok